Приветствую! У нас сегодня прямой эфир, и мы поговорим про вдохновение. Сегодня начался курс «Текстура через вдохновение», и ведёт его профессиональный дизайнер и преподаватель Мария Зверин. И студентки уже начали выполнять задания. И очень интересно поговорить так о чём, что там происходит-то, верно? Я всех приветствую. Пожалуйста, напишите мне, что меня слышно, видно. И сейчас Мария подключается. Привет-привет всем-всем-всем, кто подключается. Марина, Регина, Татьяна. Всем-всем-всем привет. Сейчас Мария подключится, и мы поговорим. Ирина, привет-привет-привет. Я всем-всем вам рада. Марина, напишите, что слышно и видно, а только плюсик... Или плюсик у вас означает «видно и слышно». Вот. Мария уже с нами сейчас, и мы сейчас подключимся. Так. Видно и слышно почему-то... А, вот. Мария, привет. Привет-привет-привет. Опять забыла шкафы закрыть. Вы немножко... Не-не-нет, рабочая обстановка, это всё супер-пупер, это отлично. Вы так камеру опустите, чтобы вас было больше видно, чтобы... Потому что я просто себя очень хорошо вижу, я не знаю, как бы... Вот, вот так, вот так, вот так, вот так хорошо, ага. Сейчас, секундочку. Всем-всем-всем привет, кто подключается. Мы сейчас представимся, коротко. Вот так видно, Гала? Да, всё, отлично. Вот так отлично. И видно мастерскую, и... И видно бардак, и видно... Ну, это же работа. Ну, как может быть вообще, не знаю, полный порядок и работа? У меня не может быть. У меня так никогда не бывает. У меня всегда бардак. Так, значит, я поздравляю всех. Марию в первую очередь. Сегодня начался курс. Текстура через вдохновение. Первый раз Мария написала его и на русском языке. И не для студентов, которым там 25 лет, и которые вот только пробуют вот эти первые шаги в профессиональном своём каком-то поиске. А для тех, кто вяжет уже по много лет. Некоторые вот... Вот кто-то написал Марии, что вяжет уже 50 лет. И вот это непросто. Поэтому мои поздравления всем и студентам, и Марии, и себе, и тем, кто будет учиться. Всем поздравления. Спасибо. Итак, почему мы разговариваем? Кто мы такие? Я гологоландский, дизайнер. Я занимаюсь этим как своей профессией. И как... Мой любимый бизнес стал моей профессией. И бизнес. То есть, фу, запуталась совсем. Моё любимое вязание стало и моим бизнесом, и профессией. И я работала с очень многими дизайнерами. И свои коллекции создавала. И опыт собирала с разных заказов, самых неимоверных, в разных нишах. И вот уже три года преподаю свои методы. У меня есть мастерская «Галла Голландский», в которой у меня есть разные курсы, мастер-классы, интенсивы. И вот Мария первый раз написала в мастерской свой курс. Маша, расскажите о себе. Ну, меня зовут Мария. Я живу в Израиле. Вообще, я из Харькова. Я преподаватель преподаватель в Израиле 20 лет назад, так же, как и Галла, в 99-м году вместе. Вместе, но по одиннадцать. Я преподаватель высшего учебного заведения «Шанкарь» в Израиле, в Рамадгане. Наш колледж занимает шестое место в мире среди колледжей по дизайну и моде. Поэтому я начала преподавать, еще будучи студенткой четвертого курса. Это, наверное, был самый большой кредит доверия, который мне когда-либо дали. Потому что у нас, у преподавательницы случился нервный срыв. Вот так вот, да, вот нервный срыв. И она лежала год. Она лежала год, чтобы вы понимали, да. Она вернулась, расцвела, вы себе не представляете, Галла, просто. Помолодела на 20 лет. Но тогда вот у нее случилось это, и меня вызвал декан и говорит, вот ты лучшая студентка на факультете, плюс у меня была уже степень к тому, даже две степени, не по дизайну, а другие. И я тебе даю вести первый курс. Но ты не надейся, ты не останешься здесь. Эта преподавательница вернется, а ты пойди там где-нибудь, обтешись в других местах, а потом приходи. Ну вот преподавательница та вернулась. А я все там уже сколько, 11 лет. И более того, меня перевели уже на специализацию. Я преподаю самый важный курс. Это специализация, дизайн вязания. Именно не техника вязания, а дизайн, хотя я знаю технику. Но у нас это подразделяется на разные уроки. Есть техника вязания, а потом они уже попадают в мои руки. Ну а там уже у них один только путь. Но вообще, в принципе, человек, владеющий техникой, это абсолютно не знак равенства, что он владеет дизайном. Это совершенно разные вещи. Поэтому, то есть, ко мне приходят студенты, мы можем даже с ними за дизайной машиной не садиться. Вполне спокойно. И я им преподаю дизайн, и это вообще не имеет отношения к тому, сядут они за дизайной машиной. В конце концов, они должны сесть и сделать. Но, в принципе, дизайн – это совершенно разные вещи. Я тоже раньше думала, что техника – это вау, я научилась, там так, 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 а потом никак. И куда дальше? Поэтому дизайн – это совершенно о другом. Как раз сейчас у нас те, кто на курсе, они приступили к вдохновению. И я бы хотела поговорить, потому что уже появились первые сложности. Вот как, да, как дизайн и работать с вдохновением. Вот, я... Сегодня как раз у вас и пост вышел про вдохновение. Вот все... Да, да, у меня был тоже. Наверное, не специально, но получилось, что вот и пост про вдохновение. И курс называется «Текстура через вдохновение». И что же вообще это за вдохновение такое, и почему сложности? Я скажу, почему. Потому что, вот смотрите, люди, которые дизайн не учили, ну вот они не учили, ну просто не потому, что они не понимают, они просто не учили. Им кажется, вот есть, допустим, я взяла морскую лилию сегодня, да, животное, зверь, морская лилия. И я по ней связала объект. И вот как бы другой человек, который скажет, окей, она связала объект, а дальше что? А я могу из этой лилии, вот поверьте мне, я вытащить могу из нее 10 платьев, и все разные. Это значит вытащить коллекцию из всего лишь одной фотографии. Так работают дизайнеры. То есть дизайнер, он не берет каждую фотографию отдельную на другое платье, совсем нет. Я вот видела недавно, несколько лет назад, Дживанши выпустили коллекцию по вдохновению «Вечерний сад». Потрясающая была коллекция. Я не могу сказать, что я умираю от Дживанши, но бывает такое, что просто обезоружила меня эта коллекция. То есть они работают, я так подозреваю, вот с садом в вечернем свете, там при свете звезд. И они, я не знаю, там то ли 50, то ли 60 образов было. То есть практически по одной теме вытаскивают 50-60 образов, потому что они на картинку смотрят по-другому. Я, допустим, вот для Инстаграма, но я это делаю для Инстаграма, потому что я, допустим, связала эту морскую лилию, я ее выставила. Но если ко мне придут и скажут, мы хотим, чтобы ты создала вот по этой картинке коллекцию, я ее создам. 10-15 платьев я сделаю. То есть я эту лилию переверну с ног до головы и внутрь загляну. И я буду этому учить на четвертом уроке, когда начнем делать эскизы, вот тогда вы поймете, что значит взять цветок и перевернуть его вверх ногами и вытащить из этого 10 эскизов. То есть не просто взять цветочек нарисовать в середине, а из него надо просто его надо вывернуть наизнанку этот цветок. Поэтому так работают дизайнеры, только с одной темой. Вы будете работать два месяца с одной темой, поэтому тема должна быть интересная для вас. А бывают люди, которые, представляете, вот они, ну вы вот знаете, да, Гала, у вас работают только с черным, допустим, детская коллекция. То есть вы представляете, вот каково работать с черным всю жизнь? Это вообще, ну для меня это космос, я не знаю, честно сказать. Это не про меня, но в принципе есть дизайнеры, которые работают с определенными цветами, только с определенными цветами, плюс с определенной темой. И они с этим возятся, ну, наверное, полгода, пока они создадут коллекцию. То есть у меня студенты тоже, они берут и на полгода они привязаны к одной теме. Также я как по дипломному проекту, я делала кижи, и я тоже, я все время с этими кижами была. Мне некуда было, когда я хотела сделать не кижи, там, я хотела там и кжелевскую посуду, и жестово, мне сразу развернулись, сказали, иди-ка обратно и учись заново, и делай все заново, потому что была бы каша. И поэтому, ну, рекомендую не бояться. Из одной фотографии можно вытащить очень много, прям вот реально, реально много. Из опыта вам говорю, так что... Я хочу попросить наших слушателей, чтобы вы задавали свои вопросы, чтобы вынести сферу вот дизайна, куда мы погружены уже вот прям много лет. Но вещи для нас настолько естественны, что мы можем просто их опустить, не застыть внимания, а вам они, возможно, интересны. Поэтому не отмалчивайте и не думайте, что вот я с глупым вопросом. Задавайте его, это важно, если он есть у других, и благодарны, что вы его задали. Поэтому задавайте ваши вопросы, не стесняйтесь. А у меня вопрос о трудности. Это сегодня первый день и уже какие-то трудности. Кого-то вы уже отправили... Ну, вдохновение, во-первых, это трудность, потому что человек понимает, что он будет прикреплен к одной теме два месяца. Представляете, то он должен работать все время с одной темой. Вот у вас звук пропадал, Гала. У меня вроде нормально, а у вас пропадал. Сейчас, скажите, пожалуйста, сейчас все нормально, слышно? Я слышу, я слышу. Слышите, да? Ну, пишите, Марина, напишите, слышно ли сейчас нормально. Марина пишет, меня Маша отправила. Я не отправила, я просто хочу, чтобы вы два месяца не мучились, а удовольствие получали. Мы с ним себя сдерживали в кижах. Есть вопрос? Ну, мы... А я и не сдерживала, там просто такое огромное... Мы уже начали эту тему. И, пожалуй... Ну, вы чуть-чуть завязайте у меня, Гала. Сейчас я пересяду. Вы чуть-чуть подвисаете, мне кажется. Сейчас я постараюсь пересесть в другое место, сейчас, секунду. Я тоже прямо у моего раутера. Сейчас я куда-нибудь в другое место пересяду. Сейчас к нему еще поближе. Какое время дается на выбор вдохновения? Вот этот вопрос, как у студентов или как на курсе у Марии? Маша, вас слышно? Маша, вас слышно? Рассказывайте. Если у меня звук подвисает, то это не страшно. Ну, как выбрать вдохновение? Да. Зависайте по очереди. Гала, у вас пропал звук. Есть вопрос. У нас этот самый. У нас вот именно сейчас вопрос такой. Почему трудности? И почему вы уже вот Марину, например, отправили? Ой, скажите, меня слышно? Потому что Галу я не слышу просто. Галу, у вас звука нет. Сейчас слышно? Скажите, пожалуйста, меня слышно? Сейчас меня слышно. Сейчас вас слышно. Ну, хорошо, я отвечу. Ну, да. Ну, я отвечу, я слышала вопрос. Почему я отправила? Когда вы рассказываете, я буду молчать. Ну, хорошо, да. Маша слышно. Я не отправила Марину. На самом деле, я бы хотела, чтобы... Рассказывайте. Чтобы человек, который пришел на два месяца на курс, получил удовольствие от него. Не просто провел время, чтобы он был в кайф работать с темой. Потому что я знаю, что если не в кайф работать с темой, то у студента просто не получится. У меня были студенты, меняли тему просто в середине семестра. Просто, ну, вот не идет, вот не пошло. Вот думали, да, а выяснилось, что нет. И это их сильно тормозило. Поэтому я сама, я пока выберу тему, я действительно выбираю ее долго. Я долго смотрю, я присматриваюсь. Поэтому вот прежде чем себя как бы обязательствами связывать, нужно, ну, еще немножко покопаться, еще покопаться. Вот не потому, что я отсылаю. Кстати, Марина мне прислала вообще потрясающий цветок. Из него можно, ну, 10 платьев как минимум сделать. Вот как минимум. Это чтобы Марина там не испугалась, что два месяца, это не два месяца с ним возиться. Потому что у каждого цветка, каждый лепесток, он другой. Да там каждая, я не знаю, каждая клеточка другая. Там настолько вам придется его посмотреть и изучить, что вы уже биологом станете вместе с дизайнером. Поэтому вот за это, да, вот за это не переживайте. Если в конце концов Марина решит, что да, вот я хочу с этим цветком, это пожалуйста, потому что цветок абсолютно подходит по теме, абсолютно. Но образцы будут, представляете, вы свяжете 10 образцов разных по одному и тому же цветку. Вот ни одна вязальщица это сделать в принципе не может. То есть человек смотрит цветок, он нарисует цветок где-то там на груди, я не знаю, где он там его рисует. А тут просто будут композиции совершенно другие. Потому что вот вы знаете, если вы смотрите, допустим, модные показы модных дизайнеров, вот вы видите, что идут платья друг за другом, и вы вроде бы как будто иногда вот платье совсем по-другому смотрится. То есть кажется, это вообще та же тема, это та же тема. Они просто бы не родились бы, если бы это была не та же тема. Поэтому всегда вот кажется, что, а вдруг это там как-то не связано, всегда связано, это я вам точно говорю, это связано, иначе дизайнеры работать не могут. Ну, в смысле, вот такие вот хорошие дизайнеры, стоящие они по-другому не работают, они просто у них не будет связующего звена в их коллекции. Поэтому да, цветок шикарный Марина прислала. Гала, а у вас звука нет? По губам читаю. О, сейчас слышно. Опять не слышно. Вас не слышно, Гала. Маша, меня сейчас слышно? Вам слышно? Вот сейчас, да. Сейчас слышно? Ну, вы пропадаете всё время. Здесь есть вопросы. Да, вот. Сейчас я посмотрю. Слышите сейчас? Сейчас я посмотрю. Ну, попробуйте ещё раз, да, сказать. Регина спрашивает. Тема должна быть сложной, и метрию выбрать? Можно выбрать и диамет. Я напишу, я напишу. Хорошо, абсолютно можно. Вы напишите в чат. И вот не в эту графу вопросов, а в чат. Пропадает самый вопрос. У Регины был... Нужна цветная? Не слышно? Тогда смотрите и отвечайте. Хорошо. Ну, во-первых, по цветная, да? Это не обязательно. Есть люди, которые хотят работать только с белым, или только с чёрным, или только с бежевым. Это может быть монохром, абсолютно. И это может быть и полихром. Это совершенно не важно. То есть монохромные решения, то есть, естественно, лучше брать то, где есть какие-то подтона небольшие. Допустим, вы хотите работать с бежевым? Сейчас слышно. Вот Регина спросила. Тема должна быть сложной, или можно двухсторонней геометрии? Ну, я не знаю. Галла всё время пропадает, но я продолжу говорить. То есть, если вы хотите взять... Да. Если вы хотите взять вдохновение, вот оно бежевое всё, вот абсолютно монохромное, то желательно брать так, чтобы было немножко тёмно-бежевое, немножко светло-бежевое. Давайте попробуем перезапустить. Вот, так что, в принципе, вы можете брать монохром спокойно. У меня есть студенты, которые работают вообще только с монохромом. Ну, им это удобно. И это абсолютно нормально. И вы не обязаны брать какие-то цветовые вообще решения, яркие. Это абсолютно... Это только исключительно ваше решение. Если вы хотите работать два месяца с бежевым, в этих подтонах, мне кажется, это классно. Галла, вы хотите перезагрузить? Да, потому что у вас вас не слышно. Давайте перезагрузимся. Это не видно. Поехали. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует...